Привет! В ожидании новых альбомов 8-bit Chiptune сцены, я решил сделать для вас специальный выпуск, посвящённый определённой музыкальной стилистике. В Telegram голосовании вы выбрали Nintendo Core, и это отлично! Так что сегодня, при поддержке паблика E-Music Nintendo Core, мы с вами ознакомимся с жанром и узнаем о самых интересных релизах за последнее время. Погнали! Для общего развития немного слов. Nintendo Core – это яркая смесь Chiptune-музыки и живой составляющий пост-хардкора, металла, банка и даже грайнда, зачастую скрашенные экстремальным вокалом, скримом и нойзом. Жанр возник под конец 90-х в США. Поначалу группы исполняли аранжировки классических саундтреков к играм в более тяжёлой обработке, но вскоре начали появляться и коллективы с индивидуальным подходом. Для полного понимания стилистических особенностей и всей прелести данной музыки рекомендую ознакомиться со следующими исполнителями. Horse the Band, чей первый студийный альбом Secret Read of the Universe появился в 2000 году. Mass the Band, сочетающий пищалки и стилистику дэнс-панка. Power Glow, исполняющий Heavy Metal обработки игровых остов. I Am Yarrow, чей киберграйнд Rainbow Road завирусился настолько, что практически все исполнители на заре становления Nintendo Core сделали на неё свой кавер. И ещё бодрая десятка музыкантов, чей вклад привнёс многое в развитие жанра. Обязательно зацените I Fight Dragons, Dungeon Elite, Amy Can Fly, Sky It's Airplane, 100 Death Rabbits, We Butter The Bread With Butter, Arrow 37 и, конечно же, Go With 40 Oh. Если вы ещё не знакомы с данными коллективами, то вас ждёт большой класс музыкальных открытий и настоящий дух старой школы. Посетить мероприятие с Nintendo Core Music вы можете в Москве уже 19 июня, где мои друзья, группа GFM&GF, презентует отличную столичную программу. Увидимся! А теперь перейдём к актуальным релизам. Meet Me in Lavender Town and Inconvenience at Best. Проект из Канзаса. Выпустил лёгкий альбом с большим упором на мелодичность. В каждом треке ощущается влияние поп-панка и изи-кор настроения. Сразу хочется взять скейтборд и прокатиться по тёплым улочкам своей школьной молодости. Отличная работа с приятным вокалом. Рекомендую трек If You Close The Door. Unicorn Hall HD Remakes Round 3. Переиздание старых работ Джона Нельсона. Разноплановый альбом от спокойных мелодий до настоящего хаоса. Отличная работа над звучанием, соответствующая всем современным стандартам. Каждый трек записан с участием интересных артистов. Recon City Massacre, Yeru 47, Pixie Beaching и даже наши ребята Anti Pizza Boy и Cold Jam. Плюс не обошлось без ветеранов I Hile The Moustache. Прослушиванию рекомендую Round 3 with Yeru 47 и Shy Harvesting. Год Айтем Покемоньяк. Сингл, пропитанный любовью к карманным монстрам. Покемоньяк – это три композиции, повествующие историю о тяжёлом старте начала карьеры поке-тренера. Дух Калифорнии и дерзость Мяута. Приятный хардкор для небольшого перерыва. 3. Save the Island – Murduring Mad Jack. Релиз, преисполненный прогулкой по джунглям в компании Donkey Konga на фоне постоянных визгов обезьяны, желающие вас уничтожить. Хорошие мелодии, классные сэмплы и отлично спродюсированный вокал. Шесть композиций для полного погружения в загадочный мир бананов и деревянных ящиков. Бонусом Fits Unicorn Hall и Glitch City Cafe. Отмечу трек Rina's Revenge. Game Over, No Heroes. EP из Луизианы. Минималистичная подача без попсовых аранжировок. Приглушенные сэмплы и забавные тексты. Все по классике для настоящих поклонников жанра. Плейлист рекомендует композицию This One's Cold. И напоследок, самое сочное. Nintendo Core Live Smelly. Легендарный сборник Nintendo Core исполнителей в продолжение тематики Smash 64. В компиляции приняли участие уже знакомые вам Unicorn Hall, Recon City Massacre, Are You Afraid of the Dog, Star Cutter и многие другие. Но самым неожиданным появлением отметились Dita's Blood, чье участие в сборнике может заинтересовать бывалых поклонников жанра. Альбом Мелли по-настоящему раскрывает все стороны безумной музыки и точно не должен остаться без вашего внимания. Выделю трек Kang I'm Empty Inside. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этом знакомство с нёрд музыкой оставляем открытым. Ещё больше релизов вы найдёте в сообществе EM Music Nintendo Core. Обязательно подписывайтесь на ребят и следите за новинками в компании единомышленников. Новости сцены, релизы и предстоящие мероприятия в полном объёме вы найдёте только в данном сообществе. Поделитесь в комментариях, как вы относитесь к Nintendo Core и на кого обязательно стоит обратить внимание. А если такой формат обзоров вам понравился, то присоединяйтесь к телеграм-каналу и участвуйте в голосованиях на следующие темы. Пишите и слушайте только хорошую музыку. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!